только у нас верни у меня отшумела или возможно еще будет шуметь про плагиат вот такой сего кой наживаешься тут имеешь деньги и так далее на этом примере я хочу вам рассказать о своей психотерапии то есть как я ее провожу по отношению к самому к себе дело это крайне непростое но если вы в данном случае я хочу чувствовать себя ежедневно можно так сказать своей тарелке замечательно довольно то разного рода ситуации жизненные надо умело проходить это очень хорошая вещь жизненные ситуации они нам и посылаются для того чтобы у нас происходило совершенствование мы все привыкли совершенствовать там внешнюю часть а внутренний духовный мир вот именно духовный мир чтобы был наш спокойный чтобы духовный мир был нам приемлем приятен для этого надо производить внутри себя со своим сознанием работу и вот разного рода ситуации преподносят как бы сказать такие штучки которыми наше сознание не всегда готово и она так может бурно на них реагировать вот и порой бывает так что у человека остается обида какой-то шлиф этого и именно вот это вот понятие как обида недовольство нечто знаете вот постороннее что знаете как какой-то найник внутри тебя она вроде бы есть она может быть и закапсулирована но тем не менее она есть и она потихонечку человека изнутри разъедает уничтожая его жизненные силы как с этим бороться и я рассказываю как я борюсь с этим не буду слишком сильно вдаваться в теорию а вот вот конкретный пример плагиат наживался ну что сказать про плагиат я там уже сказать сказал да и кстати вы высказались любое дело начинается на основе чего-то то есть что-то было открыто что-то было известно и человек если он самостоятельно мыслит он что-то может это усовершенствовать он усовершенствует это так он усовершенствует это так либо же на стыке двух каких-то открытий достижений из этой области из он знает это это образует нечто третье вот это как раз называется творчеством которое дает какие-то преимущества этому человеку который это открыл это что касается творчества я вроде как бы сказать объяснил ну ладно а вот насчет того что что корость вот это несправедливо по каким причинам ну немножечко так сказать отвлекусь вот я думал что из того что я вам рассказываю а претензии этого человека или как бы сказать его замечание по отношению ко мне вылились из-за из-за того что он там слушал меня вот эти все видео и сделал вот такой вывод в случае чего вот так случае чего и так а и в конце концов вы тут обогатились значит слушая меня я думал что у меня возьмут следующий вот у меня в 80-х годах создались сложные жизненные обстоятельства как я из них выходил я начал искать знания знаний никаких не было но я к этому стремился в конце концов нашел когда ты стремишься они как-то сами тоже к тебе начинают стремиться нашел эти знания то есть вот фактор поиска стремление это абсолютно не было взыто началась работа над собой вот эти все знания одно дело что ж я допустим взял книжку там купил того же малахова еннадия петровича положил ее рядом там знаний очень много и якобы эти знания все сделают за тебя нет оказывается то что написано надо еще пропустить через себя надо это все выполнять то есть все это как-то знаете сложить то есть действительно должна быть какая-то смекалка к этим знаниям должно быть еще что-то такое но я думаю у каждого человека но не болваны же мы все понимаете голова то работает как там это все слаживаю и как показала практика в подавляющей массе слаживаем нормально так что это все все эти знания начинают на тебя работать когда ты с ними работаешь приносят свой результат то есть в то время когда я писал книги никаких я там каких-то знаете наживе богатствах и не думал это просто-напросто было вот как бы сказать какой-то этап в жизни вот ты делаешь и все не думаешь о том что что-то будет как семья вот семья получилось и ты не думаешь что ага этот сын вырастет там такой дочь вот такая-то и на основании этого что-то тебе там обломится нет ты просто их растишь вот я писал книги для себя все это дело не думаю о том что что-то там будет такое этакое и в 90-х годах следующий шаг был с моей стороны о которым я говорил это смелый поступок когда ты начинаешь в себя верить что ты это сможешь не то что там заработать что-то там на книгах но ты можешь занимаясь вот этим делом которое тебе нравится ты можешь как говорит хобби что это хобби может еще тебя и прокормить то есть это становится твои твои профессии я был до этого начальником спасательной станции то есть я уже по какому то карьерной лестнице я дошел на интересных вещей которые уже в жизни тебя обеспечат а тут ты думаешь перейти на следующую ступень это я уже так сейчас рассуждаю а тогда я просто напросто вот думаю займусь века вот этим вот делом то есть это написание книг в основном написание книг по оздоровлению для этого надо было себя обучить дальше продолжать обучать и плюс надо было вот это вот старое что у тебя это было отказаться отказаться там допустим от своего там спортивного прошлого которое я думала нам меня будет кормить ну будем говорить дошел до мастера спорта и она кормила и дальше надо было заниматься но закончил это понял что все-таки это не совсем мое ага дальше обычная жизнь я дохожу до начальника спасательной станции как-никак нормально я и это отбрасываю то есть я делаю смелый поступок думаю ну вот смелый поступок который как бы это и неизвестно чтобы там получилось получилось бы у тебя там с этими книгами не получилось насколько там получилось но ты просто вот верил в себя и делал понимаете делал и вот это принесло свои результаты то есть вера в себя то есть работа 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 а не просто там такая какая-то отчасти вдумчивая работа потому что сейчас я может быть более там как-то целенаправленно там все это делал с учетом того что я знаю сейчас думал даже свое издательство открыть но вот не получилось а все предпосылки для этого были и дальше вот что меня особо как бы сказать закоробило это все промежуточные этапы можно так сказать если так уж взять по большому счету к большим деньгам да это то приносило это все приносило это то приносило но вот вот это как бы сказать проделанная работа привела к тому что тебя заметили и пригласили на телевидение вот где настоящие деньги по сравнению со всем этим что я знал имел вот это настоящие деньги но все мы знаем что в 2010 году я ухожу ухожу от этих больших денег как же так тут не клеится если ты корысть вот она уже все они вот они твои меня любила начальство меня любил народ меня все 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 любили меня любила телевидение давай 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 меня любили рекламодатели там на одной рекламе можно там зарабатывать ого и вдруг я ухожу если бы я вот что меня зацепило и можно так сказать обидела вернее не обидела а возмутило если бы я за вот эту вот коростью гнался да я бы в за это телевидение ухватился и и и не ушел бы никогда я дам нафиг это самое зарылся бы с головой но я ушел сам ушел по идейным соображением какая же тут корысть что вы мне тут это корыстью все тычете тычете не знаю что такое корысть не знаю что такое богатство так фигней страдаете вот это вот меня заело ну ладно это заело в сознании получилось так сказать возмущение возмущение как с этим работать с этим работать надо смотрите это могут быть две вещи критика и я вот перед вами исследовал самого себя я исследовал честно и откровенно я исследовал себя надо очень честным перед самим собой работая с этими с такими вещами исследовал корысти нету то есть вопроса о критике нету значит остается что остается другой остается несправедливое обвинение как этому относиться я себя исследовал исследовал и убедил в том что это не было критика справедливая где надо меняться а это просто напросто это его мнение ну и пускай это его мнение у меня совсем другое мнение насчет этого и более того и аргументы и факты я привел я не просто там как бы сказал а это наверное у вас плагиат это наверное плагиат конкретно где там плагиат что там там такое вот раз он находится на своей ступени там развития и ты себя исследовал то есть важно себя разобрать и далее тогда не хочу сказать что убедить а что выйдет из этого разбора из этого разбора выходит то что это не критика а это просто напросто вот такой вот оговор вот это вот вернее вот такое мнение но ты же знаешь себя и понимаешь тогда из всего этого проделанного что я сейчас перед вами проделаю что это значит тебя не касается в той мере в какой этот человек думает значит это нечто другое а другое что это просто вот такие вот слова кинутые корость морость и так далее а раз она тебе не касается раз это неправда по отношению к тебе а что ты тогда волнуешься и тогда происходит успокоение и вот так вот где-то разбирается ну каждая конечно ситуация имеет свои какие-то частные вещи разбираются всякие ситуации это действительно ситуация для того чтобы ты как критика изменился за что там тебя зацепили очень важно вот этому вообще человеку сказать спасибо что у каждого из нас в сознании есть свои изъяны за которыми можно зацепиться и вы вот вам сказали допустим а у тебя корысть и ты вот надо же я как какой-то такой корыстный человек я такой какой-то плохой я какой-то такой вот внутри значит ущербный и ты начинаешь копаться в себе и следует и следует а соответствует ли это то есть если я корыстный что надо сделать для того чтобы измениться а если не корыстный надо просто-напросто эту информацию на ней не зацикливаться просто воспринять ее и сказать а вы знаете это меня это не касается и все и тогда вы становитесь спокойными и далее такая интересная вещь получается вот когда вы зацепили вот когда вы так вот проработали когда происходит вот этот вот зацеп человек сам того не понимает который вам сказал что там у вас скорость и так далее он уже и я прочитал то что он мне сообщил в первую очередь он сказал мне что я корыстный он уже установил со мной связь вот как сейчас этот вай фай май фай летает тут прочитал это то я корыстный от этого человека я установил с ними тоже связь то есть эта связь можно сказать упрочилась и вот по этой вот связи и так мы бумаги со всеми людьми мы как вот этими паутинками связаны со всеми людьми и вот так идет знаете бумаги любое внимание наше по отношению к ним это энергия туда направляемая если они нас думают это не энергия к нам направляем а естественно она может быть положительно может быть негативная положительно нас подпитывает негативно нас разрушает то есть у нас установилась с этим человеком такая связь на вот это вот зацепи как коры как поступить поступает лично я вам расскажу как я это делаю поступает со следующим образом связь которая образовалась между мной и этим человеком я разрываю пусть все то он дал мне отойдет к нему все мое вернется мне назад все это разрывается между нами вся эта связь и далее он следует своим путем я следую своим путем все умственно такая работа совершена возможно конечно не с первого раза но тем не менее она действует а со второго с третьего раза вы повторите эту формулировочку и она сработает пусть этот человек идет там своим путем как он там думает о корысти плагиатии это его там заботе а я иду своим путем я значит на каких-то знаниях что-то я изучаю образую и это мне помогает я двигаюсь дальше сразу же совершилась работа я почувствовал внутреннюю легкость изменился мой взгляд и даже я думаю выражение лица то есть действие произошло иногда бывает так что два человека настолько друг другу ну будем говорить не симпатично я буду использовать это слово что у них образуется мощнейшая связь которая знаете только при одном упоминание об этом человеке она подпитывается и на бум говорит их ну буквально таки взорвает нечто подобное у меня еще расскажу дальше было это когда меня обманул издатель вот смотрите опять таки нет несправедливость какую я почувствовал этот издатель на мне поднялся а потом оболгав меня забрал мои книги и вообще лишил меня к средствам существования то есть все книги у него он переписал там договоры я ему еще должен остался согласно его там естественно у меня бурлила все там бурлила 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 я помню где-то я там на каком-то отдыхе там вроде там бассейн а я не могу ну знаете вот это вот все эти как бы сказать все это вот вот эта связь все это мне бурлит такое впечатление хватает опор беги туда нафиг и рубай и вот такой вот а ты же загорелся понимаете изнутри жар у тебя вот одна эта мысль ты о чем уже ничего не думаешь и вот в таком вот состоянии находишься не один день и вдруг раздается внутри меня такой голос какому богу ты служишь и это сразу же меня отражает действительно богу зла или или как-то если совершенно другому богу богу добра каким силам я стал вот и следующий вопрос возник а что я больше ничего не напишу кроме того что я написал и мне сразу же пошел после вот такого вот разбора внутри себя хотя мне помог вот этот голос свыше то что я почувствовал вторую волну своего творчества и уже зная то что я написал то что работает и с нового опыта как это лучше изложить я еще написал более лучшие книги то есть после целительных сил родились основы здоровья и подобные вещи даже стимулируют человека на творчество а то он заснул как-то а то заснул обложился вещами деньгами будем говорить как-то успокоился расслабился и все ничего ему не надо а тут хоп тебя подстегнули вот сейчас у меня такой интересный третий этап после телевидения ничего нету ничего нету одна пенсии я сейчас перед таким вот выбором вот вот фотоаппарата уже ездил там договорился сдать на продажу потому что вообще меня камера удовлетворяет я так понял для телевидения я больше не буду работать мне достаточно вот этих вот камер они прекрасно снимают для блога это именно то там то если никому не и для телевидения тоже будет но естественно свет надо там вот выставить в результате вы к этому человеку отнесетесь с пониманием не как какому-то врагу вот враг вот завистник и так далее нет он просто находится на своей ступени развития духовного что там всего возьмешь но дальше он не может мысли дальше он не может все это делать а если вы выслите больше значит это хорошо вот и тогда что с него взять просто напросто с этими людьми нужно меньше общаться и все и вы как-то становитесь спокойными уравновешенными очень важно внутреннее спокойствие и чем быстрее его обретете а лучше еще какую-то радость тем будет лучше любую ситуацию исследую вот примерно таким образом как это сделал я лично я поступаю так и об этом вам рассказал благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч